Так, патриоты Чечнидова. Дерегу отсюда. Здравствуйте, здравствуйте. Друзья, привет. Сейчас поговорим о том, как наши учителя в открытую посылают их в Запорожской и Херсонской области, как они боятся наших учителей и как Украина, они уже отступают из некоторых населенных пунктов Запорожской области. Сейчас об этом подробно и какую истерику это все у них вызывает, и как они свозят со всей России, матушке, учителей, чтобы промывать мозги нашим детям. Обо всем этом сейчас подробно. Вы подпишитесь на канал. Если вы подписаны, прокомментируйте прямо сейчас, чтобы YouTube видел взаимодействие с видео. Если нет, подписка с вас. И так, ну в общем, как пока Рамзанчик Гондон Кадыров рассказывает и смотрит на этих подростков, наряжает сам предатель и коллаборант, не предатель своего народа, наряжает подростков эти буквы Z, на самом деле на оккупированных территориях все у них идет настолько тяжело, что там даже учителей не боятся, потому что учителя в открытые глаза говорят, что придет Украина и порвет вас. И очень правильно говорят. И хотя вот они даже пытаются в оккупированных районах ставить там таких смотрящих кадыровцев, чтобы этим запугать, но не могут даже этим запугать. Вот вылез коллаборант Женька Балицкий, который называли губернатором Запорожской области в эфир к Соловьиному помету и стал рассказывать, что как же вот, какой ужас, что им пришлось поменять всех директоров в оккупированной части Запорожской области, потому что они в открытую говорят, что они за Украину и что скоро их всех порвут там. Но это ничего, Женька, это пока тебе говорят учителя, и скоро наши воины это тебе по-другому объяснят, тебе станет намного понятнее. В общем, посмотрите, с каким неискровенным страхом он об этом рассказывает. Уже практически поменяли большинство директоров школ, потому что, к сожалению, работать с теми, кто были, невозможно. Зашоренность полная, всякие разговоры о том, что вот сейчас придет Украина, мы будем вас всех вешать, мы всех вас порвем. Ситуация дошла до того, что в оккупированную Херсонскую часть Запорожской области регулярно, несколько раз в месяц приезжает министр образования России Кравцов. Каждые полторы недели, мы уже так посчитали периодичность, приезжает Сергей Сергеевич Кравцов, министр. Понимаете, какое внимание сегодня... И, значит, даже в Льву, но даже ему в лицо наши учителя все говорят и работать на них не хотят, поэтому им приходится собирать по всей России учителей, доплачивать, чем их только не заманивают, чтобы их отправить на оккупированные территории, чтобы они промывали мозги нашим детям. В том числе они это делают даже из Москвы и Питера, типа лучших своих кадров, значит, отправляют. И дальше уроки у них, значит, внеклассные, еще уроки вот этого всего, этой чуши, патриотизма, загоняют школьников в юнармию, в пионерию. Посмотрите, что они творят в Мариуполе, уничтожили который город. Сегодня вытаскивают там школьников на улицу, цепляют на них красные флаги, заставляют петь Катюшу. Посмотрите, какие упыри настоящие, посмотрите, как это все выглядит уже жутко. Ну, с оккупированной территорией понятно, там же, значит, нацисты поработали, поэтому им теперь приходится, значит, долго разъяснять все. Ну, и в самой России, похоже, там какие-то нацисты бы работали, потому что там тоже или это, или просто то, что пришло уже несколько десятков тысяч бывших выпускников в черных пакетах грузом 200 в кусках. Может быть, это повлияло, но, в общем, тоже там нужно усиливать патриотическое воспитание решили они. И с нового учебного года, значит, у них будут разговоры о важном, новые дополнительные классные часы, на которых они будут обсуждать основы национальной безопасности и приоритеты, заложенные в это. Ну, в общем, про патриотизм будут говорить. С детства, в общем, будут приезжать, что вот как исполнится 18, и отправим тебя умирать там где-то по приказу дедушки Путина, чтобы дедушка был довольный в своем бункере сидел, а ты иди, вот умрешь, или останешься без руки и ноги, радуйся тогда. Ну, в общем, вот это вот чушь они усиливают и у себя, потому что им нужно еще больше пушечного мяса, значит, больше и больше промывки мозгов. Ну, и понятно, там параллельно максимально уничтожают какие-то ростки здравого смысла и прав человека. Они даже умудрились отменить в России олимпиаду по правам человека. Вы можете себе представить? Ну, конечно, зачем об этом узнавать, что у человека какие-то есть права, кроме как умереть по приказу дедушки Путина. Других прав людям не нужно. В общем, это, конечно, полный трэш. Послушайте, что говорит учитель, который работает в школе с 99-го года, и на которого неоднократно писали доносы за то, что он с детьми говорит о гражданских каких-то свободах и вообще важных вещах. Раньше мы проводили олимпиаду по правам человека, например. Потом мне говорят, типа, по правам человека уже нельзя. Давай содержание оставим такое же, но будем называть олимпиады по праву. И вот много-много-много таких компромиссов. Вот вся моя жизнь, она из них состоит. И чем дальше? То есть я там начал и пришел в школу работать со школьниками в 99-м году. И вот, условно, с прихода Путина вся моя жизнь, это постоянные какие-то новые правила, новые компромиссы. Это нельзя, то нельзя. Сразу после начала войны в Украине учителям разослали методичку «Русская весна». И, значит, заставляли проводить занятия с детьми. И послушайте, вот что учитель цитирует, что в этой методичке было написано. Я прекрасно помню, когда на почту с рассылки администрации школы поступило сообщение. И в этом сообщении был внутри файл, который так назывался «Методичка «Русская весна». В этом документе очень четко было расписано все по тезисам. Что стоит сказать, как это должно быть преподнесено, в каких формулировках. Например, отныне в Российской Федерации стало на два субъекта больше. А Крым спустя 25 лет вернулся в состав своей исторической родины домой в Россию. И сегодня среди нас присутствуют представители различных национальностей и конфессий. И как единое целое мы поддерживаем сегодня всех тех, кто сейчас борется против неонацизма. Ну и все в таком стиле. Ну вот так. Экономический кризис – это хорошо. Война в Украине – это хорошо. В Украине живет какой-то коренной народ России. Вот какой-то, корень какой-то допустили. Нацизм и освобождение. Ну вообще вся вот эта вот бредятина. И вот это вот нужно продвигать. Более того, была целая система отчетности. Нужно было скидывать видео, фото, как ты вот этим всем отравлял будущее поколение. Вообще, если во всем мире цель образования – воспитать человека, у которого есть знания, у которого есть ум, у которого понимает и уважает свободы других, и свои знает права и свободы, то вообще, в общем, такого развитого человека и свободного. То в России все наоборот. Это самый главный страх. Чтобы только не был человек умным и свободным. А наоборот, это все такая огромная, как крепостная машина. Превратить в крепостных в рабов, без которыми они дальше будут делать все, что угодно. Но это, конечно, жуткая вообще, ну жуть, жуткая страна, которая на наших глазах лучшее, что у них есть, как в любой вообще народе и стране. Это дети, они это все перемалывают вот в этот фарш безумный, Z-фарш. В общем, это, конечно, страшно. И не только в школе происходит это безумие. Вот в хваленом НГУ своем они, значит, на факультете политологии открыли магистрскую программу «Информационные гибридные войны». Цель готовить специалистов, значит, по борьбе с цветными революциями и для, понятно, информационных психологических операций. И ПСО. Вы думаете, детские сады они оставили в покое? Да где там, друзья? Ничего они не оставили в покое. И там, ужас, в Кемерово, детские сады превратились просто в какой-то рассадник ненависти и вот это прославление войны. Вот этот, например, садик каждый день постит какие-то, что-то в соцсетях про войну, заставляет детей петь какие-то Z-песни, выкрикивать Z-речевки. Просто, ну просто самое настоящее, друзья, безумие. В общем, школа, детский сад, университеты, все подчинено одной цели. Научить убивать, объяснить, что убивать можно. И не думать. Просто послушно убивать, убивать, убивать. Они просто себя сжирают изнутри. Они, конечно, и убивают и нас, и другие народы. Но что они делают с собой, это вообще какое-то просто самоубийство целой нации происходит, друзья, на наших глазах. Ну а мы, пока такое творится, мы поднимали Гончаренко-центры, мы поднимали Education and Culture. Они, кстати же, английский язык тоже решили, что это вредно знать английский язык, потому что там сильно многое можно узнать. Тоже его отменяют. А мы как раз учили детей и учим. И, несмотря на войну, наши центры продолжают свою работу. Даже центры на Донбассе, которые нам пришлось остановить. У нас были центры в Лимане оккупированном, Краматорске и Константиновке. Нам пришлось все эти три центра остановить. Мы в Лимане теперь вообще, понятно, его оккупировали. Уверен, что временно. Но даже они работают онлайн. А в остальных мы набираем группу оффлайн. У нас занимаются и дети, и взрослые. Потому что мы понимаем, главная ценность страны – это свободный и умный человек. И таких людей мы помогаем готовить нашим свободным и умным учителям, которые даже в условиях оккупации отказываются и врагу говорят в лицо, кто они есть, имеют чувство собственного достоинства. А значит, мы обязательно, друзья, победим. И мы продолжаем нашу работу. Действительно, Education and Culture в образовании и культуре – в этом залог. Но оно должно быть с кулаками. А значит, еще им дописают плюс ЗСУ. Вот это и есть наш рецепт будущей Украины и прекрасной страны. Друзья, так оно и будет. Враг уже из Запорожской области, последние новости из села Верхний Токмак и Черниговка отступает. Значит, делает вид, что якобы на ротацию. Но ГУР сообщает, что они там все минируют и уходят. Не могут удержать. Так что освобождается уже украинская земля постепенно от этих упырей. Держим строй!